Ну не в этом дело. Мирить ты умеешь. Ну и что? Теперь, как дурацкая, бессмысленная обезьяна, скопируешь мою скрипку. Доволен? Я был бы счастлив. Принеси мне воды и апельсинов, болван. Он был бы счастлив. Он был бы счастлив. Он был бы счастлив. А как ты думаешь, почему бы другим мастерам не купить мою скрипку в складчину, они ведь дорогие, разобрать и скопировать? А? Что думаешь об этом? Промер скрипки украсть можно. А лак ты как украдешь? Лак, который родомати варит сто лет и всякий раз у нас получается новый. Его ты как украдешь? Он вот здесь вот. А без лака не будет звучать скрипка так, чтобы все сразу сказали это о мати. Породу дерева, возраст его, место среза, промывку, сушку, тоже украдешь? Да разве только в лаке дело? Дураки думают, что богатство дома о мати секрет лак. Лак, хочешь я расскажу тебе секрет лака, которым покрыта Анжела? Хорошо, что отказался, а то выгнал бы. Я понимаю. Ничего ты не понимаешь. Но я надеюсь, что еще поймешь. В тебе есть одержимость. И жаль будет, если все это пропадет попусту. Мне ведь не секрет, а жалко. Тебя. Ты фанатик. Ты можешь умереть счастливым. Как? Искать. Учиться и потом творить. Я знаю наизусть 43 точки промера. Потому, что каждую из них искал долгие годы. Если ты не найдешь свои точки, значит я зря с тобой вожусь. И значит я не смогу делать настоящие скрипки? Скрипки не делают. Делают бочки и скамейки. А скрипки, как хлеб, виноград и детей, рождают. И выращивают.